Сегодня каждый белорус выбрасывает примерно 350 килограммов бытовых отходов в год. Цифра эта растет быстро, ровно настолько, насколько быстро меняется и состав этого мусора. Сейчас в большинстве своем он сложен в переработке, а некоторые вещи при захоронении и вовсе разлагаются сотни лет, выделяя при этом крайне опасные и зачастую токсичные вещества в почву, воду и воздух. Очень удобно без конца потреблять и при этом не отдавать, не благодарить природу в ответ. Для того, чтобы не навредить экологии, прежде всего каждому жителю стоит внимательнее относиться к процессу утилизации мусора. Как рассказал нам Сергей Тарасевич, заместитель директора по санитарной очистке Брестского мусороперерабатывающего завода, радует, что несмотря на сложности, показатели раздельного сбора мусора ежегодно растут. По раздельному сбору отходов мы каждый год прирастаем в объемах. Раздельно собранные отходы – это те, которые люди бросают в контейнера для раздельного сбора, цветные, которые установлены. Каждый год доводятся планы, только с увеличением на 15-20-30-50%. И мы каждый год это выполняем. Это заслуга в том числе населения. Потому что раздельный сбор, мы приобретаем контейнера, контейнеров становится больше, ну и сознательность людей тоже растет с каждым годом. Но все-таки сортируют свои отходы только около половины жителей Бреста. И вроде бы предоставлены все возможности. Мусороперерабатывающий завод давно ввел в использование контейнеры для раздельного сбора мусора. Но использовать их правильно выходит пока еще не у всех. Есть и еще один нюанс. Некоторые граждане просто не замечают емкостей, мусор лежит где попало. Отсюда и бесконечный беспорядок на мусорных площадках. Как вы считаете, чисто у вас тут? Хаос. Хаос. А кто создает хаос? Ну люди создают сами. Люди сами. Беспорядок, хаос, как еще назвать то, что запечатлено на видео? Кто виноват? Мы сами. А ведь для того, чтобы избавиться от крупногабаритного мусора, например, старой мебели или бытовой техники, есть два пути. Самостоятельно на платной основе сдать ненужный хлам в пункты приема вторичного сырья в Бресте. Их два. Или сделать это бесплатно. Можно сгрузить старые вещи в контейнеры большой емкости там, где они установлены в городе. Но получается это не у всех. Мы видим, контейнера не переполнены, однако имеем вблизи контейнерной площадки, скажем так, какой-то объем отходов строительных, растительных и иных отходов, которые вот не помещаются в контейнеры. Что радует, такая ситуация не во всем городе. Надежду на чистое будущее дают некоторые микрорайоны, например, Ковалева. Здесь уже давно сбор мусора осуществляется посредством заглубленных емкостей. Банк-накопитель находится под землей. Мусор не разлетается, его не растаскивают животные. Нет запаха, а среди домов эти емкости смотрятся очень аккуратно. В то же время на площадке установлены контейнеры раздельного сбора мусора и контейнеры для сбора крупногабаритных отходов. Все это помогает людям поддерживать дворовую территорию в порядке. В микрорайоне Ковалева установлено 23 заглубленных емкости в 13 местах. На этом, конечно, мусороперерабатывающий завод не остановится. Их количество постепенно будет расти по всему городу. Хотелось бы отметить основной момент. Для того, чтобы в городе был порядок, недостаточно работы завода или городских служб. Абсолютно каждый человек сам должен стараться всегда поступать сознательно. Продолжение следует...